Всем большой привет! Села снимать видео одна и конечно же Даша прибежала. Хочу сегодня показать вам свои последние покупочки, которые я сделала в магазине Фолмаркет. У меня вот такой вот целый большой пакет. Вообще пошли в Фолмаркет мы просто случайно посмотреть, давно там не была. И оказывается там очень много всего интересного, нужного и по хорошим ценам. Много скидок на самом деле, особенно на канцелярию. У меня тут остались чеки, специально сохранилась, чтобы вам назвать точную цену тех товаров, которые я буду вам показывать. Ну и давайте сразу буду показывать. Первое, что у меня здесь лежит сверху, это вот такая вот упаковка ватных дисков. Здесь в упаковке 3 штуки, в каждой по 80 дисков. Очень выгодно они получились, они были со скидкой по-моему 84 или 85 рублей. Сейчас я точно гляну. Да, стоили они 84,90, можно сказать 85 рублей. Но я там в магазине прям почитала, что одна вот эта упаковочка дисков 80 штук выходит на 28 рублей. Я считаю это очень выгодно, поэтому взяла сразу такую большую упаковку, можно сказать. Ватные диски всегда дома нужны, они у нас быстро расходуются, поэтому не пропадут. Дальше купила я зубную пасту, вот такую вот колгейт. В хоум-маркете, по-моему, на все колгейты скидка. Эта паста стоила, сейчас скажу, 89,90. Просто, да. Вообще, мы покупаем обычно другую зубную пасту, нам она очень нравится. Сейчас я вам покажу, какую мы покупаем, кстати. Вот такую мы покупаем зубную пасту, колгейт. Она, знаете, она больше похожа на гель и такие маленькие белые пластинки, как кристаллики в ней. Классная паста, и запах приятный, и на вкус приятный, и чистит хорошо. В общем, вот идеальная паста для нас. Уже несколько лет мы в основном пользуемся такой. Но вот этой пасты не было в магазине, когда я пошла покупать, а у нас, видите, она уже заканчивается. Поэтому я решила попробовать взять вот такую вот пасту. Мне очень нравится, что здесь она, сейчас я открою. Мне нравится, что в этой пасте здесь тоже такой колпачок удобный, который не нужно откручивать, закручивать, вот, открыл, закрыл. И здесь тоже самое. Вот. Вот. Мне такие колпачки очень даже нравятся. Пойдешь мультик смотреть? Нет? Ладно, дальше. Купила я вот такие вот носки. Это носки мужские. Здесь в упаковке идут две пары. И стоила такая упаковочка 59 рублей. Да, я такие носки уже брала мужу, и, как бы, ну, нормальные носки. Они, кстати, не тонкие, а достаточно такие плотненькие. Вот. Сейчас холодать начнет к осени. Будет в самый раз. Следующее купила я, ну, это женские дела. Здесь ежедневки, здесь обычные. Стоили они, сейчас скажу, сколько. Совсем недорого, что-то прям скидка какая-то была. Да, вот эти стоили 39,90. Здесь 40 штук ежедневки. А вот эти вот стоили 29,90. Ну, нормально. Не будем на них застрять внимание. Давайте покажу вам дальше. Дальше я купила вот такие вот карандаши для Даши. Написано, карандаши пластиковые. Я всегда думала, что карандаши деревянные, это пластиковые. Или, может быть, я раньше не обращала на это внимание. Как-то меня это прям привлекло. И, кстати, я их даже не открывала, не смотрела, какие они. Давайте сейчас попробую открыть. Здесь, знаете, сколько? Здесь 12 цветов. Вот такие вот карандаши. О, карандаши, кстати, заточены. Такие вот. Ну, не знаю, по виду, как будто бы обычные деревянные. Кстати, они такие темные вот здесь вот сверху. Карандаши как карандаши. Сейчас попробую на чеке чего-нибудь нарисовать. Ну, да, пишут, все нормально. Обычные карандаши. Так, может быть, не видно. Ну, не знаю. По мне, такие же, как и деревянные. Ну, кстати, прокусить их не так-то просто. Я попыталась откусить, но и... Нет, не такие, как деревянные, кстати. Очень такие, даже твердые. Да, и, кстати, стоили эти карандаши 49 рублей. Дальше, чтобы можно было рисовать этими карандашами, я взяла для Даши вот такой вот альбом. Альбом стоил... Помню, что не дорого, а сколько не помню. 29 рублей, да. 29 рублей альбом. Здесь сколько листов? 32 листа. Классный альбом. Мне понравился даже не то, что из-за рисунка вот этого. Я еще в магазине посмотрела на сами листочки. Они очень плотные, такие толстенькие. Я бы даже сказала, почти как картонные. И на таком альбоме будет классно рисовать гуашью или красками. Так что, у кого есть детки, у кого есть рядом магазин, хоум-маркет, я прям советую купить вот этот вот альбом. Потому что за 29 рублей купить такой альбом с таким качеством листов, хорошим, очень на самом деле непросто. Дальше покажу вам две вот таких вот упаковочки. Это, значит, шампунь-кондиционер для всех волос, а второй гель для душа. Меня, конечно, привлекли вот эти вот сами упаковочки. Они такие, не знаю, яркие, прикольные, необычные, как мне кажется. И у них достаточно маленький объем. Здесь по 100 миллилитров. Кстати, очень удобно брать с собой куда-то. Но я уже в этом году съездила, куда мне надо было. Уже приехала. Больше никуда, думаю, не поеду. Я взяла их просто для использования дома. Вот, здесь, значит, шампунь с экстрактом шалфея и арники. Я в магазине открывала нюху, но я на самом деле уже не знаю, как он пахнет. Да. Ой, очень приятно пахнет. Стоили такие упаковочки, сейчас скажу, сколько. Стоили такие упаковочки 39,90 каждая. А гель для душа идет с экстрактом смородины и клюквы. Тоже нюхала. Сейчас еще раз понюхаю. Ой, да. Пахнет прям, знаете, раньше такие конфетки были, карамельки такие твердые еще, а внутри с такой, с какой-то начинкой, не начинкой, какой-то повирил был. Прям такие притерные, сладкие, такие смородиновые были. Вот прям смородина, клюквы, да. Прям запах вот этих вот конфеток из моего детства. Вот, ну, прикольные упаковочки. Потом попробую, посмотрю, как мне понравится или не понравится. Осталось уже совсем немного. Дальше покажу вам свою самую большую упаковку на этот раз. Это я купила вот такой вот простырь и две наволочки. Они были также за скидкой. И еще, кстати, там были такой же расцветки под одеяльники. Я сначала думала взять, чтобы был комплект, но мне, в принципе, под одеяльник не особо-то не нужен. Мне нужна была именно простая, больше всего. Наволочки-то я так взяла, чтобы было что-то одинаковое. Вот, стоили они, вот эти наволочки. У меня здесь размер 50 на 70, они стоили по 59 рублей. А простырь, она идет двухспальная, размер у нее 215 на 175, она стоила 199 рублей. Давайте я сейчас открою, хочу посмотреть полностью наволочку. Как она выглядит, потому что в магазине я, конечно же, не открывала. Единственное, я в магазине открывала немножечко такую упаковочку, чтобы потрогать на ощупь качество материала. Материал здесь идет 100% хлопок. Вот такая вот наволочка. По мне так очень красиво, мне прям понравилось. Хотя, кстати, в магазине в Кумарке там представлено 4 вида расцветки. Вот такая вот. Такого же узора есть еще такого персикового цвета. И есть более такое похожее на однотонные, тоже синенькое и бежевое. Так что, посмотрите, если вам надо, качество отличное. Мне просто больше всего понравилось именно вот такой вот узор. Вот. Следующее, взяла себе вот такие вот губки металлические. Вот эти вот. Такие губки дома, в принципе, всегда нужны. Они мягкие, но все время хорошо чистят. Я такие беру уже не в первый раз. Были они тоже в Кумарке со скидкой. Цену я, конечно же, не помню. Так, губки, мой дом. Три штуки, спираль. Главное, у меня в чеке написано «губки и все дела». А цена здесь не написана. Они последние в моем чеке. И цена здесь как будто бы не поместилась, что ли, я не знаю. Короче, цены на чеки нет. Я не помню, сколько они стоят. То ли рублей 12, то ли, может быть, 20. Не помню. Дальше взяла себе вот такие вот мешки для мусора. Обычные мешки без ручек, без всяких там завязок. Стоили они 10,90. Цену я помню. Здесь 20 мешков по 30 литров. Да, ну, обычные мешочки такие-то. Следующая взяла себе папку. Вот такую вот папку. Она, как для документов. Она уже с вклеенными здесь файлами. Сколько файлов здесь, я даже не знаю. 20 вкладышей. 20 файлов здесь, значит. Я взяла эту папку для документов. Сложить сюда документы, чтобы они все здесь лежали. Чтобы в нужное время можно было легко найти нужный документ. Потому что они у меня просто стопочка вот так сложные. И каждый раз, когда нужно что-то найти или достать, как-то мне, в общем, неудобно. Хочу, чтобы были все в папке. И за 99 рублей взяли вот такую вот игрушечку для Даши. Это кубики. Кубики, как пазл, их нужно собирать. Сейчас я открою. К сожалению, крышку уже не нашла, потому что Даша с этой игрушкой уже играла. Ай, не щипайся. Чего, маме больно. В общем, вот такие вот кубики. Видите, их можно собирать как пазл. Здесь 4 кубика. И с каждой стороны есть рисунок. Например, корова. Тут надо собрать, в общем. Так, сколько здесь рисунков? 6 рисунков, да. Ой, 4 кубика, 6 картинок. Вот такие вот картинки. И, кстати, внутри здесь есть еще вкладыши. Но у нас здесь остался один. Вот, например, корова, гусь. Да, Даша, да больно же. Вот. Вот такие вот у меня покупочки на сегодня. Классные, выгодные. Мне понравилось. Давно я просто не была в этом магазине. На самом деле, там много всего интересного, классного. Просто мне не все это нужно. Так, слази давай. На этом я с вами буду прощаться. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И, как всегда, увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok